Всем привет! Немножко расскажу, как живут беженцы во Франции. Ну, конечно, живут по-разному, смотря где ты оказался. И вот мы делали небольшой тур по югу Франции, по всему Азурному берегу, Марсель, Виньон, ну, вот все эти Каны, Ницца. И, ну, честно сказать, что там, конечно, ситуация, ну, не по мне. Очень много беженцев, небезопасно и так далее. Сейчас мы оказались где-то в двух часах от Парижа. Очень спокойная, очень красивая, милая деревушка французская, где беженцам дали дом, они уже получили позитив, и им дали дом жить. Вот это вот садик, небольшой бассейн, и вот так вот выглядит сам дом. Дом двухэтажный, внизу кухня, гараж и зал гостевой. Ну, просто зал. Ну, да, это living room по-английски, да. И есть второй этаж, где две спальни и раздельная ванна и туалет. Все очень чистенько. Дома как будто бы после ремонта. Тут розы всякие посажены. И вот надо мной вишневое дерево. Сейчас немножко приведу вас. Телевизор. Такие диванчики. Я не снимаю. Сейчас поднимемся на второй этаж. Узкая лесенка. Домам 40 лет, но как новый. И вот одна спальня. Так, сейчас покажу я получше. Вот такая вот спальня. Чистенькая, хорошо. Комнатки небольшие, но уютные. Никакой плесени, ничего нет. Вот там туалет. Здесь ванна. Ну, не буду смущать никого, показывать. И еще одна спаленька. И вот как раз здесь выход в сад. Великолепный домик. Все очень красиво. И сейчас еще выйдем на улицу с фронтальной стороны. Потому что это был букерд. Такая вот лодка. Ну, все простенько. На этой улице живут 2-7 беженцев. Вот одна из них. Это из Африки. Но они живут уже 10 лет. Дети родились здесь. Это такие. Северная Африка, арабская. Все тихо, спокойно. Машины не бьют. Безопасно. Вот домик. Нас приняли. Очень гостеприимно. Хорошие люди. Они тоже из России. Живут здесь уже несколько лет. Все нравится. Большая контраст. Конечно, они в шоке до сих пор. И заодно расскажу немножко не только о жилье беженцев. Вот такие вот. Это получается гараж и домик. Вот такие вот небольшие домики. Но это в основном французы живут. Ну, и подселяют периодически беженцев. Лучше, конечно, жить за городом. Ну, это по мне так. Я предпочитаю на природе. Тихо, спокойно. Мало людей. Чем вот эти большие шумные города. Со всем букетом своих прелестей. Ну, чуть-чуть про пособие. Как вообще состоит дело в социальной сфере во Франции. Ну, вот расскажу на примере этой семьи. Они получают пособие. 950 евро на троих каждый месяц. Это уже после позитива. И жилье им стоит 350 евро. Из них они платят только 150 евро. А 200 евро еще сверху доплачивает государство. То есть, получается, что из тех 950 евро, которые им дает государство, вычитаем 150, остается 800. Ну, согласитесь, не так плохо. Вся медицина бесплатная. Включая зубы. Включая скорые. Ну, вот вообще все. То есть, ты на медицину не тратишься. И также два раза в неделю они приезжают за едой. Им дают, ну, еду. Они сами выбирают. Какая-то еда совершенно бесплатная. Какая-то по очень копеечным ценам. И вот они два раза в неделю могут брать в разные организации, из которой помогают беженцам. И это все в это включено. Интересно, что у них ребенок ходит в школу. И эта школа также, ну, естественно, бесплатная. И также бесплатным является питание для ребенка и автобус школьный. Но это пока они не получили статус беженства. А сейчас, когда они получили статус беженства, то, как они говорят, скорее всего, у них уже будет все платное. И примерно это будет стоить 100 евро в год питание на ребенка и 30 евро школьный автобус. Ну, с их кармана. Ну, согласитесь, не так много. При этом вот сам отец, глава семьи, он еще может подрабатывать. Он работает на почте и получает 500 примерно евро в месяц. И это та сумма некритичная. И пособия они снимают. То есть, суммарно, получается, у них где-то 1300 доход на семью. Все учатся еще. Там французский учат, ребенок учится в школе. Получается, вот у них 1300, это их чистый доход. Вот жилье уже оплачено, питание уже есть. И как бы государство таким образом заботится о французах и о беженцах во Франции, точнее. Ну, вот кое-что коротко о том, как обстоят дела социалом на примере этой милой французской деревушки. Специально не буду называть ее название. Таких много, все очень мило. Скажу только одно, что мы недалеко от долины, как это долина Лауры, река Лауры и замки Лауры здесь рядом. Мы приехали на них посмотреть и заодно полюбоваться природой и пообщаться, естественно, с нашими соотечественниками, политическими беженцами. Ну, все, всем пока. С вами Асейджинси. Не болейте. Не болейте.